Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. На праймере, как на выборы, в Самарской области подводят итоги единого дня предварительного голосования. Искусство вне времени. Самарцы провели бессонную ночь в музее. Повод для волнений все ближе. Как будут сдавать ЕГЭ в этом году? В Самаре подводят итоги прошедшего в воскресенье праймерис. Счетная комиссия начала работу сразу же после предварительного голосования. Окончательные результаты, кто из кандидатов набрал наибольший рейтинг, огласят 25 мая. 246 заявок было рассмотрено по спискам в Государственную Думу и Губернскую. На право идти в Госдуму претендовали 24 кандидата от одномандатных округов и 20 по списку партии. В Губернскую 94 и 108 соответственно. К этому часу объявлены первые итоги появки избирателей – 9,96%. Этот показатель совпад с прогнозами партии и является хорошим, отмечает исполняющий обязанности секретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Станкевич. Наибольшую активность проявили избиратели Октябрьского района Самары. За все время голосования работали телефоны горячей линии двух информационных центров – федерального и регионального. Туда поступило 208 обращений от избирателей, наблюдателей и кандидатов. Среди этих обращений телефонных были и жалобы, и нам далась информация о каких-то нарушениях с точки зрения пришедших на избирательный участок, что все помечено, записано. И на сегодняшний день я могу вам сказать, что фактически все они решены в ходе работы на избирательных участках. В Самарской области предварительное голосование прошло ровно, качественно, и внутри партии не возникло никаких конфликтов. Затем, как проходили праймерис, наблюдала и наша съемочная группа. Олег Зверев побывал на разных участках. Это похоже на настоящий выбор. Участки в школах и техникумах закрыты, и кабины прозрачные урны. Музыканты создают праздничное настроение. Вот только принцип голосования несколько иной – рейтинговый. В списке можно поставить галочку напротив нескольких фамилий. С восьми утра на участках аншлаг избиратели выстраиваются в очереди. Мы предварительно уже выбираем того человека, который нам нужен будет у власти, к которому мы можем обратиться. Мы знаем его. В Самарской области с утра было открыто 354 участка. Впервые в истории современной партийной системы проводится предварительное голосование. Не чиновники и олигархи, а сами избиратели формируют команду, которая будет представлять их интересы и в национальном, и в региональном парламентах. Войти в список мог каждый житель России, причем неважно в каком регионе. Сами правила проведения праймерис устанавливали границы. Такие, как отсутствие судимости, двойного гражданства, обязательное участие в теледебатах. А далее решают уже всем миром. По мнению губернатора, на предварительном голосовании людей даже больше, чем на выборах. Но это объяснимо. Участков меньше. Кроме того, сам процесс получения бюллетеней более сложный. Любой гражданин Самарской области, не только Самарской области, мог приехать и выдвинуть свою кандидатуру. И люди вот сейчас смотрят, список очень большой, людей очень много. В кабине выбираешь, когда ставишь галочки, там надо поставить очень много галочек, потому что выдвинулось очень много людей. Кто получит наибольшую поддержку, еще раз хочу сказать, из тех будут определяться кандидаты в депутаты. И в Государственную думу, и в Губернскую думу. Глава региона прокомментировал также решение вывести его кандидатуру из списка участников предварительного голосования. Согласно рекомендации Генсовета партии, участие губернаторов нежелательно. Тем более тех, кто получил хорошую поддержку на выборах. Это для того, чтобы усилить конкуренцию. Председатель городской думы Галина Андреянова считает, что сегодня важно сформировать эффективную команду и в Государственной, и в Губернской думе. К сожалению, есть в сегодняшнем САСИ, ведь все депутаты, которых мы не видели, не знаем в Государственной думе. И, соответственно, они не работают для Самарской области. Мне бы очень хотелось, чтобы тогда, когда пройдет вот этот предварительный отбор, и тогда, когда пройдут выборы 18 сентября, у нас все депутаты работали для Самары и для Самарской области. Окончательные итоги станут известны позже. Серьезных нарушений на участках не зафиксировано. Я увидел, что нет подвозов специальных. Я увидел, что нет каких-то технологий. Я увидел, что на самом деле люди идут. Вы посмотрите, даже по выражению лиц людей, видно, что они пришли и делают самостоятельный выбор. Именно те, кто получил наибольшую поддержку, станут известны к концу недели. Но уже сегодня понятно, что этот день стал историческим для России, когда народ откликнулся на призыв партии власти и выразил свое мнение по ее формированию. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. После того, как губернатор Николай Меркушкин сделал свой выбор, они вместе с уполномоченным по праймере с «Единой России» Николаем Панковым отправились на площадь Славы, где гости столицы оценил преобразование, которое происходит в городе. А жители Самары задали свои вопросы губернатору и поделились своим взглядом на реконструкцию площади. Марина Кравцова продолжит. Реконструкция еще идет, но перемены уже успели оценить жители. Площадь Славы в Самаре приобрела новый облик. Появилось ровное красивое плиточное покрытие. Реконструировали мемориальный комплекс «Скорбящая мать» и «Вечный огонь». Достопримечательность города оценил федеральный куратор на праймере с «Единой России» Николай Панков. Внимание привлек монумент гордости Слава Самарской губернии, который выстроили на склоне. На экспозиции достижения и страницы истории региона. Это будет обновляющаяся или это будет уже потом запечатлено? Есть разные точки зрения. Есть вещи, которые будут постоянно, будут ушли жизнь, а есть вещи, которые появились новые. Движутся. Вот, пожалуйста, добавлять. Своими мнениями о преображении площади поделились горожане. Здорово, конечно, очень даже начало с Открыт-Засекина и до наших экспортсменов. Здорово, да, здорово. Все начали. Хорошо придумали. Работу делаете большое. Благодарны мы за то, что вы делаете. Мы с удовольствием, мы приходим. И ну что, порядок в Самаре стал? Это отличный разговор. Я в Самаре много лет живу, но такого порядка никогда не было. Самарцы обратились к главе региона и с вопросами. Они касались благоустройства, ремонта дорог, застройки исторического центра. По самым актуальным губернатор поручил детально разобраться. Марина Кравцова, события. А теперь коротко о других темах дня. В ночь на воскресенье 29 мая в Самаре перекроют для проезда кольцо Московского шоссе и проспекта Кирова. Это связано со строительством тоннельной развязки. Планируется, что работы продлятся до конца лета. Сейчас госавтоинспекция и Минтранс согласовывают схему движения, которая будет действовать в районе кольца в связи с перекрытием. Чтобы попасть в центр с Кирова от Старозагора к Новосадовой, придется выезжать по новой дороге дублеру на Георгия Димитрова, затем по Молодежной до проспекта Кирова. Далее по Московскому шоссе или Новосадовой. На Новосадовую можно будет попасть и через Георгия Димитрова, проехав далее по Демократической. ДТП со смертельным исходом произошло ночью в Волжском районе. По данным ГИБДД, водитель АКИ 55-го года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с Вольцваген. В итоге водители пассажир АКИ погибли. Они оказались зажаты в кузове. Извлечь их смогли только сотрудники МЧС, срезав крышу. Водитель иномарки сильно не пострадал. Еще один пассажир АКИ с серьезными травмами доставлен в больницу. На развитие Самарского университета выделили субсидию в полмиллиарда рублей в рамках госпрограммы. Всего господдержку получил 21 вуз страны. Самарский университет за интересное изобретение. Его студенты создали систему для снятия движения человека на основе собственноручно сконструированного устройства, а именно блютуз-перчаток. Предполагают, что перчатки будут использовать при работе в условиях повышенной радиации, при угрозе взрыва или в открытом космосе. В Самаре в рамках реконструкции бульвара по улице Старозагора на участке от улицы 22-го портсъезда до улицы Нового вокзальной будут установлены скульптуры и три фонтана. Стоимость работы оценивается в 133 миллиона рублей. Заказчиком выступает Самара Водоканал. Работы по реконструкции должны быть закончены до 1 октября. По сведению Гидрометцентра России, третья декада мая по температурному режиму ожидается на 3 градуса выше средних многолетних значений. В ночь на вторник будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем без осадков. Температура воздуха 20-25 градусов. В среду же столбик термометра поднимется до 28 градусов. Музыка объединяет. В Самаре отметили День Самарского знамени большим концертом на набережной Уладьи. Выступили артисты Самары и Болгарии. Жители и гости города могли услышать старинные марши, которые не исполняли уже более 100 лет. На концерте побывала Марина Матвейшина. Это знамя было их горячей любовью и верой, рукой помощи и утешения, а еще надеждой, надеждой на то, что это знамя станет знаменем свободы. Это только копия знаменитого Самарского знамени. Оригинал хранится в Болгарии. Но даже копию Павел Соколов, который сегодня в образе Петра Алабина передает ополченцам с особым волнением. Реконструкция исторических событий переносит и участников, и зрителей в XIX век. Это наши корни, наша история. И чем больше мы о ней знаем, тем мы просвещеннее и, соответственно, тем выше и более гордым мы можем нести свое звание самарцев. Впервые в Самаре так масштабно отмечается День Самарского знамени. В этом году он связан с двумя важными для горожан датами – 50-летие улицы Старозагора и 140-летие российско-болгарской дружбы. Праздничные настроения вместе со всеми разделили мэр Самара Олег Фурсов и председатель гордумы Галина Андреянова. Люди отмечают – народы объединяет память. Это очень знаменательно, потому что болгаро-самарская дружба существовала, и мы должны традиции эти поддерживать, возрождать эти боли. В духе дружбы и патриотизма должны воспитываться наши дети. Это очень важно, это очень здорово, и нужно поддерживать и возрождать все эти наши дружеские отношения с нашими дружескими странами, тем более у нас есть и генотеатр ошибка, да, и улицы, поэтому, конечно, это очень важно, и наши дети. Они привлечены, естественно, они полезли в интернет, они читают, они смотрят, конечно, это, так сказать, их подстегивает, чтобы как раз познавать и исторические наши вещи, помнить и знать. Впервые на одной сцене в рамках одного праздника такое количество музыкантов – детский сводный хор из 500 человек и три оркестра одновременно. Они исполняют уникальные произведения, посвященные русско-турецкой войне. Среди них и старинные марши. Некоторые из них широкая публика не слышала уже более ста лет. Специально для празднования Дня Самарского знамени их нашли в архивах конца прошлого столетия. Самарцы первыми услышали музыкальные произведения России и Болгарии, которые специально к празднику написал солист Центрального военного оркестра Болгарской армии Владимир Иванов. Россия и Болгария – это братский народ. Нас объединяет одна вера, православное христианство, нас объединяет почти одинаковая культура, нас объединяет одни ценности. Кульминацией вечера – выступление арт-группы хор турецкого. Артисты специально к празднику подготовили песню на болгарском языке и посвящение Самаре. Вот этот день солидарности братских народов в очередной раз нам очень важно, очень важно возвращать вот эти ценности, которые были в Советском Союзе. Здесь день Самарского знамени, что помогли болгарским ополченцам выстоять в тяжелых условиях. И, что называется, это талисман и гарант какой-то уверенности Болгарии. Оказалось, вот здесь, из России, от души, от Волги, такой посыл, импульс. Незримо с самарцами на празднике присутствует и Болгария. На большом экране транслируются виды из дружественной страны. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Выпускники на пороге не только последних звонков, но и единого госэкзамена. Больше 14 тысяч человек в этом году будут сдавать ЕГЭ. С 27 мая начнутся испытания по предметам. Самый массовый экзамен по русскому языку назначен на 30 мая. Как и в прошлые годы, среди предметов на выбор лидирует общество знаний и физика. Также с этого года, кроме двух обязательных предметов, и выпускникам девятых классов придется сдавать два экзамена на выбор. Единственное отличие – результаты не повлияют на получение аттестата зрелости, но только в этом году. С 2017-го аттестат будет выдан только тем ученикам, кто преодолеет барьер по всем четырем экзаменам. Новое введение есть и у 11-х классов. Допуск к экзаменам теперь проходит в два этапа. Первый этап – итоговое сочинение и изложение, которые все выпускники уже написали. По состоянию на сегодняшний день только один выпускник не преодолел положенное количество баллов, не получил зачет и по этому основанию не будет допущен государственная итоговая аттестация. Все остальные, большая часть с первого раза, кто-то у нас пытался пересдавать, получили этот зачет и сейчас остается только второй этап – это, собственно говоря, допуск Педсовета. Потому что к государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, которые освоили все предметы, все программы и имеют удовлетворительные результаты. Больше сорока детей пострадали с начала года на дорогах города. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, сотрудники ГИБДД вместе со школьниками провели акцию «Гляди в оба». Как дети призывали взрослых быть внимательнее, расскажет Лариса Шалафаст. «Мы хотим, чтобы вы были аккуратнее на дорогах и одели наши очки». Яркие очки каждому водителю, чтобы глядели в оба. Школьники гордо подключились к акции ГИБДД. Пешеходный переход на улицы промышленности – один из самых аварийных в Самаре. Здесь нет светофора и водители не всегда соблюдают правила. «На этом пешеходном переходе произошло уже четыре дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в результате которых пять пострадали и один ребенок у нас погиб». К акции «Гляди в оба» ребята готовились заранее, учили правила дорожного движения и теперь хорошо знают, кто должен уступить дорогу. «Водители должны сами уступить дорогу, потому что там специальный пешеходный переход и без светофора, и они должны сами им уступать». Водители такой креативный подход оценили, очки принимали с радостью и обещали пешеходам уступать. Даже знаменитые личности города не остались в стороне. Народный артист России дирижер Михаил Щербаков не проехал мимо и принял участие в акции. «Нашему народу нужно вообще взяться за голову и ездить очень аккуратно, беречь и себя, и своих близких, и тем более детей. Буду носить очки, и всем желаю благополучия». Акцию «Гляди в оба» сотрудники ГИБДД проведут и на других пешеходных переходах города. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. Самарские музеи распахнули двери для посетителей после захода солнца. Экскурсии, концерты, мастер-классы, международная акция «Ночь музеев» собрала гостей со всего города. Не обошли вниманием и юных посетителей. Как самарцы приобщались к искусству, узнала Алина Чемерес. Заглянуть в гости к Аладдину, встретиться с веселым хоббитом, свое путешествие юные посетители детской картинной галереи начинают со сказки. Для тех, кто предпочитает творить волшебство своими руками, работают творческие мастерские. Кусок мокрой глины в детских руках превращается в аккуратную вазочку. Гостей детской картинной галереи не остановил даже дождь. Спрятавшись в небольшом шатре, они разрисовывают фигурки. Без потерь не обошлось, поделка Ильи Карабанова немного пострадала, но юноша настроен решительно. Я ее починю, конечно, и будет вообще как новенькая. Она вот такая вот красивая, как бы, и я ей пытался сделать сказочную. Для посетителей здесь подготовили обширную программу, кроме творческих мастерских для детей, прогулка по музею и уникальная выставка для слабовидящих рельефа Средневековья, где все экспонаты в буквальном смысле можно смотреть руками. Были игры, старинные русские игры для детей, но и как выяснилось, даже классики, в которые мы прыгали в детстве еще и помним это, для детей оказались совершенно новой игрой. Для детей программа завершилась в 8 вечера. Для взрослых она в это время только началась. В музее Модерна настоящий ажиотаж. На обзорную экскурсию по особняку Курлиных гости съехали со всего города. Это исторический район Самары, он самый древний, и я в нем бываю очень редко, и мне захотелось узнать свой родной город получше. Я стараюсь всегда выбирать возможность для этого, потому что это интересно, потому что это моя история и история моей страны. Для любителей делать везде снимки работает вот такая фотобудка. В начале 20 века этим интерьером никого бы было не удивить, зато сейчас такая фотография смотрится очень колоритно. Также все желающие смогли посетить выставку «Голоса вещей» и музыкальный концерт. А вот поучаствовать в съемках фильма на свежем воздухе в честь года кино не позволила капризная погода. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Готовиться не для галочки. Что останется самарцам после чемпионата мира и какие дивиденды от Мундиали получит регион. Наследие чемпионата обсуждали в рамках круглого стола в областном правительстве. Самарский стадион станет одним из самых больших, из-за его нестандартной круглой формы. Как раз благодаря наличию дополнительных площадей и вместительной зоны гостеприимства именно в Самаре решили проводить матч 1-4 финала. Чем обернется Мундиаль впоследствии узнал наш корреспондент. Все выше и выше взмывает купол стадиона. Идет монтаж металлоконструкций, консолей, которые будут держать крышу сфероида. Параллельно льют бетон на трибуны. Их готовность 40%. Работы на стадионе не останавливались ни на день. И где-то подрядчики даже опережают сроки. Но не исключено, что процессу добавят динамики. И проект строительства еще раз скорректируют. Это не будет связано с объемами и параметрами непосредственно объекта или какими-то новыми затратами. Может быть будет связано с тем, что нам придется изменить проект организации строительства. Условно говоря, окружность будет разделена на два сектора. И навстречу друг другу будут идти два потока по монтажу этих консолей. То есть варианты ускорения строительства мы также рассматриваем. Строительство обойдется в 17 миллиардов 300 миллионов рублей. Но из областного бюджета не потратят ни копейки. Все эти деньги целевое федеральное финансирование. А что же будет после Мундиаля? Об этом подумали заранее. В здании стадиона будет фитнес-центр, школа танцев и футбола, музей самой популярной игры и магазин спорттоваров. К тому же предполагается, что тратиться на стадион не придется и впоследствии. Он будет сам зарабатывать. На арене могут проходить не только матчи, но и массовые мероприятия, а часть площадей сдаваться в аренду. На четвертом уровне располагается еще один ряд лож, которые планируются как раз для коммерческого использования. Но следует отметить, что во многих стадионах ложи сдаются на период от года и больше. Это один из основных источников доходов. Кроме того, к чемпионату построят два новых тренировочных поля и отремонтируют три имеющихся. После там будут заниматься дети и спортшкол. Один из главных бонусов чемпионата – дополнительное развитие инфраструктуры. И это касается не только дорог, реконструкции Московского шоссе и подъездных путей к Урумычу. В районе стадиона уже построили канализационный коллектор. Сейчас идут работы по водоснабжению. За средства частных инвесторов возведут две электроподстанции и реконструируют котельную. Всем этим будут пользоваться жители домов в этом районе. Возможным станет и строительство нового жилья. Плюсы ощутят и жители других районов. Так трамвайную ветку до стадиона все же построят. А благоустройство улиц и реставрация объектов культурного наследия в исторической части города, что тоже к чемпионату, уже заметно. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Новости спорта в эфире. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. С вами Сергей Кизоркин. И значит вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья Советов. Последний матч сезона в чемпионате страны сыграли в ничью с Махачкалинским Анжи. Болельщики, а среди них был и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Забитых мячей на Металлурге не увидели. Всего крылья в прошедшем турнире Премьер Лиги оформили 19 голов и пропустили 31. По забитым мячам самарцы заняли последнее место в лиге. Тем не менее, у Советов 9 побед и 8 ничьих. Что позволило занять 9 место из 16-ти. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Не всегда играли хорошо. Мы должны побеждать. Сезон был со взлетами и падениями. Была разная игра, но мы всегда старались играть на победу. Соперник Рыльев в последней игре сезона Махачкалинский Анжи финишировал на 13-м месте и теперь поборется за место в Премьере в стыковых матчах с командой из Футбольной национальной лиги. В прошлом году Советы Анжи, заняв там первые два места, получили путевку в высший футбольный дивизион. Мы хотели, конечно, выиграть эту игру. Нам нужна была победа. Да, создали неплохих тройку моментов, где можно было забивать, но не реализовали. Главный тренер Крыльев Совета Франк Веркаутерен сдержал слово, когда сказал после победы в ФНЛ, что Самарский клуб после возвращения в Премьер-лигу в первом сезоне займет место не ниже десятого. Так и случилось. Девятая строчка в таблице и 35 очков. Новая команда, новые игроки. Некоторых не брали играть в другие клубы Премьер-лиги. Они были неизвестны. А у нас они показали результат. У нас большинство русских игроков. Мы им отдавали приоритет в матчах. У нас иностранцы сидели на скамейке запасных. Тройка призеров Премьер-лиги. Бронза у питерского «Зенита», серебро у Ростова. Шесто раз за свою историю чемпионом страны стал столичный ЦСКА. А вот московская «Динамо» впервые за свою футбольную историю покинула большую игру, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Я на этом с вами прощаюсь. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!